Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Сразу несколько важных событий произошло в последнее время в самой массовой партии страны. «Единая Россия» провела съезд, кадровые ротации и утвердила предвыборную стратегию. Чего ждать от предстоящей избирательной кампании и какие решения были приняты на съезде «Единая Россия»? Об этом говорим сегодня в нашей студии исполняющий полномочия секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Станкевич. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Игорь Валентинович. Добрый вечер. Мы вас поздравляем с этим назначением. И сразу такой вопрос, почему Александр Фетисов, который руководил до вас 5 лет, был переизбран? Даже не переизбран, а наоборот. Во-первых, Александр Борисович написал заявление, и после его написания им заявления было принято соответствующее решение Генеральным Советом партии. 21 января на заседании Президиума Генерального Совета партии я был назначен исполняющим полномочия, прошла беседа, были рекомендации определенные по работе. Ничего здесь необычного нет. Это общая тенденция партии. Она получила развитие в 2015 году, в прошлом году, что те, кто находится на руководящих должностях в правительстве, либо в субъектах федерации, не должны совмещать ее с руководящей партийной работой. Это достаточно новое для нас действие. Оно позволяет отдалиться партии от прямого воздействия органов власти. И я думаю, что если бы мы пришли в той конструкции, которая существовала, что Александр Борисович Шветисов заместитель председателя правительства, руководит социальным блоком и руководит партией, то оппоненты нам, наверное, на выборах сказали бы очень много. Это абсолютно спокойная работа. Тем более, он же ушел в глубокую благодарность. К нему очень хорошее мнение. Наш региональный отдел считается одним из лучших в стране. И с полком вообще отмечается постоянно. Поэтому надо сказать спасибо и поддержать ту работу, которая была. Мы и вам желаем продолжить в том же духе, как говорится. Скажите, пожалуйста, как теперь поменяется лично ваша жизнь? Как вы восприняли вот такое назначение? Вообще сам распорядок жизни поменяется? Потому что, в принципе, руководить таким самым масштабным массовым отделением? Уже поменялся, поменялся очень существенный распорядок. Не будем говорить, во сколько начинается, во сколько заканчивается. Немножко семье, это своеобразно, они отвыкли от такого моего режима. Хотя очень быстро уже начинают осознавать, что я вернулся в Туруссу, в котором жил раньше. Когда семья находится рядом, помогает. Но не самое главное. Будем говорить так. Да, задач много. Какие-то основные вы для себя, как руководителя, определили уже. На что вы будете делать ставку в работе? Ну, безусловно, главная задача подготовка к проведению предварительного голосования. Уже так конкретно, не в общем, не в целом, как руководителя. Нет, ну если говорить о первоначальных, конечно, работа с региональным исполкомом. Мы все друг друга знаем, много лет работаем вместе. Ну, одно дело работать ежедневно, как вот сегодня. Рабочий день начинается в помещении, и дальше все проекты обсуждаются, работаются. Или ты ведешь какое-то определенное направление там же. И не являешься, скажем, руководителем исполкома. Исполкома – это большая структура. И у нас 45 отделений по области. Это очень много. На сегодняшний день численность регионального отделения – почти 43 тысячи человек. Это, извините, уже цифры солидные. А в городе сколько отделений? Вот как, значит, идет сначала региональное, потом районное, потом городские? В городе у нас 9 местных отделений по районам. В них имеются первичные отделения. Если говорить о Самаре, то фактически первичные отделения, мы с выборами сейчас говорим с вами, связаны. Это связано все-таки с выборами? Да. Идея заключалась в том, чтобы на каждом избирательном участке, который накрывается, появилось первичное отделение. Наверное, это логично. И на сегодняшний день, насколько я знаю, только Единая Россия имеет первичное отделение по месту жительства, накрывая все избирательные участки. Тоже своеобразная технология, но она ничего не нарушает, а наоборот позволяет работать. Ее начали приводить в соответствие с этой идеей. Еще, наверное, в 2005-2004 году. Уже в то время начали говорить о том, что необходимо привязать первички к участкам. Легче работать. Вот сегодня такой тренд, и в общественной, и в политической жизни, что власть приближается к народу. Причем даже не со стороны народа, вот такая инициатива, со стороны власти, чтобы действительно стать ближе. На партии Единой России как это отражается? Вот насколько близки вы с людьми? Проводятся ли приемы в общественных приемах? Или как? Вот как вы это поддерживаете? Ну, у партии Единой России общая установка, что существуют приемные руководители партии. В каждом регионе они существуют. Это та же приемная нашего регионального отделения. Прием там проводят и депутаты Государственной Думы, и члены Совета Федерации, и обычной Думы Госгубернской нашей. Более того, в каждом населенном пункте имеют свои приемные, и каждое местное отделение имеется приемные. То есть вот есть местное отделение, ну, допустим, Ленинского района. На улице Садовой находится приемная этого отделения местного, Ленинского района города Самары. Родной район, мне могу не отметить. Да, 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 вот хотел сказать, что ближе, да, вам. Да, поэтому это развернутая работа. Более того, если говорить о большой нашей приемной, мы ее так называем, большая приемная, это более 25 тысяч обращений за 7 лет. Огромное количество. Причем, можно говорить о достаточно высоком проценте. Более 34 процентов решенных, окончательно решенных. Ну, надо понимать, что это не орган власти, это не глава района, допустим. Ну, как бы мой опыт говорит, что можно там что-то сделать. А как по партийной линии можно решить конкретный вопрос, вот, по тому же там ЖКХ? Потому что, наверное, обращается, вот, как статистика говорит, основная масса такая. Как вот партийная принадлежность поможет решить какие-то, вот, вы говорите, что эффективно отработано там сколько-то процентов. А как? Как это? Механизм какой? Вы знаете, я приведу один пример, может быть, не вообще механизм, а то, что сделано в прошлом году. У нас изменилась система депутатов власти, да, формирования. Кто-то может ругать, кто-то может, ну, как угодно говорить. Но на сегодняшний день депутаты очень находятся в таком близком отношении к жителям. Все. Это принципиальный момент. И каждый из них взял на себя обязательства. Так. Если учесть, что Единая Россия практически победила в городе Самаре, то она взяла на себя исполнение этих обязательств. С негативной стороной, там, с какими-то замечаниями, что это завтра, естественно, многое будет не сделано, потому что она не имеет своей лопаты, своего трактора, надо построить соответствующие отношения. Что эти депутаты теперь должны со своими проблемами собраться, обсудить, найти наиболее рационально используемые средства в районе. Так. Что тоже очень важно. Значит, через депутаты. Да, конечно, депутаты. Потому что это же механизм воздействия. И, в общем-то, это один из каналов воздействия Единой России и связи с населением. И дальше уже работать непосредственно на месте. Что важнее, что больше. Ну, в свое время, встречаясь с жителями, задают вопрос, вот что нам крышу делать или там подвал. Я приводил пример. Вот я вырос в семье, где было два сына. Понятно, 60-е годы не самые такие у нас были, тоже процветающие. Но я был младший сын. И мама должна была сделать выбор. Купить старшему или младшему. И младший всегда донашел что-то. Поэтому мы, когда встречались в Мичуринском микрорайоне, ну, любой микрорайон, в районах, я говорю откровенно, мы не можем сейчас с вами сделать. Давайте решим вот этот вопрос. Люди соглашались. Поэтому наши депутаты сегодня, они точно так же должны строить свои отношения с нашими жителями. Давайте выберем, что мы сделаем сегодня. Ну, и другой вопрос, что уже много лет идет развитие местного самоуправления в рамках одного дома, подъезда. И очень хотелось бы, чтобы люди поняли, что им дано право управлять своим кусочком имущества. Небольшим там, может быть, но управлять. Вот вы уже обозначили, как главную тему выборов. Вот присутствовали на съезде, и на съезде Единой России эта тема тоже была приоритетная. Скажите, пожалуйста, какие выборы будут? Какие, опять же, задачи ставит Единой России для проведения этих выборов? И вообще, конечный результат, какой вы хотите получить? Конечный результат только победа, это понятно. Иначе зачем? Как спортсмен, если он тренируется, он тренируется для чего-то. Вот победа, это чтобы, значит, в большинстве были единороссы, вот так скажем, в депутатах и в государственной мировой. В большинстве были наши единомышленники, наши единомышленники. Потому что на сегодняшний день от партии Единой России могут идти не только члены партии. Так? Пожалуйста. Вот мы сегодня готовим проведение предварительного голосования. Это сложнейшая процедура. Нравится нашим оппонентам, не нравится. Но только партия Единая Россия разработала эту методику предварительного голосования, приглашением жителей. И в этом году очень серьезно подошла к самой методике. Ну, вот я приведу только несколько примеров, которые, наверное, многие наши зрители просто не знают. Партия решением съезда утвердила, ну, назовем сито, сито для отсеивания кандидатов. Один из пунктов. Кандидат, который идет на предварительное голосование, не на выборы, а на предварительное голосование сначала, пишет заявление. В заявлении он указывает, что хочет, там, одномандатный округ или еще что-то. И пишет, что нигде больше не будет участвовать. Да, это не юридически, скажем, такое основание, чтобы привлечь его к ответственности или еще что-то. Он может потом, проиграв праймерис, перейти куда-то и так далее. Ну, это жизнь, мы все понимаем. Но у партии теперь остается право сказать, ну, дружище, ты же использовал наши ресурсы, ты пошел на выборы, предварительное голосование, ты себя показал красивого, хорошего. Ну, давай тогда с нами дальше работай, но уже не депутатам, то есть не кандидатам в депутаты. Это первое заявление. Второе, в этом заявлении, к этому заявлению он прикладывает ряд документов. Среди них важнейший документ – это справка об отсутствии судимости. Либо привлечение к иному виду уголовного преследования. Административные проходят пока. Ну, пока проходят. Но сам факт, понимаете, какой уровень? Понятно, да, 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 конечно. Я бы хотел от наших оппонентов других услышать, что мы никогда не пустим больше на выборы ни одного справедливого, несправедливого осужденного. Мы же не можем отменять или… Все, было? Было. Мы заканчиваем это обсуждение. То есть партия взяла на себя это и ряд других позиций. Там имущественные и так далее. Ну, например, на праймерис, как раньше называлось сегодня, все уходят от этого СОО, импортное. Да, а теперь какое? Предвыборное голосование, да? Да, предварительное голосование. Причем оно федеральное. Неважно, в Государственную Думу, в Губернскую Думу все равно должно быть предварительное голосование. Человек, имеющий активы за рубежом, не может быть участником предварительного голосования. Вот представьте сегодня, какое количество людей, находящихся в различных уровнях… Отсеется. Да, отсеется, вынуждено будет заняться своим бизнесом, но не лезть во власть просто. А вы вот лично не приемлете людей бизнеса во власти? Почему приемлете? Потому что это же могут быть очень толковые. Очень приемлемые. Только без счетов и без судимости, пожалуйста. Принципиально, судимость, на мой взгляд, это самый такой важный момент, это первое. Второе, если он имеет офшорные счета, то его не должно быть у нас в Думе. Человек, пускай, пожалуйста, работает. Он же идет во власть, чтобы что-то получить или дать. Вот здесь надо как бы разобраться. Опять, он на себя берет ответственность какую-то? Если он берет ответственность, то он берет на себя ограничения. И мы должны понимать, что он находится здесь, работает в нашу страну. Это одна, знаете, одна из функций защиты государства. Вообще-то, по большому счету. Если у него счета в зарубежных банках, то мы можем вернуться к Думе 95-го года, когда некоторые наши депутаты не могли голосовать нормально. Когда им говорят, что сейчас заблокирован твой счет. Это известный факт. Игорь Валентинович, первые вопросы поступают. Светлана Ивановна интересуется, вернее, говорит, что нет повышения дополнительной оплаты ветеранам труда Самарской области. Почему? И планируется ли защищать ветеранов труда? Вот защищать ветеранов труда. В любом случае, все программы социальные, поддержанные правительством Российской Федерации, однозначно, это решение принято. Мы по индексации, наверное, понятно. Может, она не такая большая, какая хотелось бы. Любому пенсионеру, или кто работает, или кто собирается на пенсию выходить. Но, тем не менее, гарантии, которые дало государство, они все подтверждены сегодня. Несмотря на любые сложности, что бы там ни было. Да, необходимо рассматривать вопросы экономии бюджета, решения не только федерального, и нашего бюджета. И губернатор, он однозначно, Николай Иванович Меркурский, сказал, что не будет никаких снижений. Также будут поддерживаться ветеранские организации. То есть в том виде, какого можно. И те проекты, которые область начала осуществлять, касающиеся строительства новых школ, детских садов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов, кинотеатров, которые идут по бюджету. Это же мощнейший подъем для области, на самом деле. У нас люди уже, ну, вы знаете, я присутствовал на одной из встреч, где руководитель одного из районов, сейчас не буду просто предварять так, сельского района. Говорит, Николай Иванович, ну, мы уже вот готовы, но вы когда подъедете? Все же уже вот-вот будет готово. Ну, когда будет готово, вот тогда надо показывать. А когда у нас чуть-чуть еще не доделано, допустим, асфальт, ну, если там зимой, понятно, никто его жить не будет, то люди скажут, а вы сдали, а погрызи, мы весной пойдем. Ну, это я свое мнение уже говорю. То есть Николай Иванович, он очень требовательно относится к подготовке объекта. Но, если говорим о социальных гарантиях, все начатые объекты будут закончены. Это принципиально. Могу вам сказать, что только вчера это прозвучало из его уст во время одной из наших встреч. Если вернуться к выборам, вот дата самих выборов, это 18 сентября, да, по-моему, если не ошибаюсь? А есть ли дата предварительного голосования уже определена? Предварительное голосование будет проходить 22 мая по всем регионам России, которые участвуют, ну, в Государственном Думе, естественно, все участвуют. И именно в этот день будет вестись трансляция с каждого избирательного участка. Это тоже новшество «Единая Россия» на себя берет. При этом я обратил бы внимание, что мы задействуем для голосования 20% избирательных участков области. Если у нас их, условно говоря, 1750, то 350 участков мы открываем. Партия берет на себя обязательства, что людям создаются условия. Они могут прийти на избирательные участки. Здесь опять ограничения. Нельзя привезти, допустим, в Хворостянке или откуда-то людей в Самару, потому что человек будет голосовать только в том округе, в котором он проживает. Нет ни открепительных талонов, нет никакого досрочного голосования. Вот ты захотел прийти, у тебя вот есть паспорт в округах, скажем, на территории округа, на котором будут проходить выборы, ну, какого там возьмем, Самарского округа номер 2, по выборам в Губернскую думу. Там расписаны, какие улицы все. Люди подошли, заполняется бланк, там ни одной фамилии нет. Кто пришел, того запишут. Введут в компьютер. Дадут ему бюллетень, и он пошел голосовать. То есть полная свобода. И я, кстати, хотел бы обратиться к нашим жителям с тем, чтобы пришли на участки избирательные 22 мая. Для нас очень важно, чтобы каждый пришедший высказал свое мнение о том кандидате, который выдвигает Единая Россия. Или одномандатный округ, или по партийному списку. Потому что выбор сегодня за людьми. Ну, впрочем, как и всегда. Ну, понимаете, ведь рейтинговое голосование досрочное, вот это предварительно, оно очень много значит. Да, партия может там принять какие-то решения или отменить решение. Но, выступая на съезде, Дмитрий Анатольевич Медведев, а до него на секции руководителей региональных отделений, Сергей Анатольевич Неверов, они обратили внимание, что мы не должны допустить нарушений. Вот некоторые бывают шероховаться в те времена предварительном голосовании. В различных регионах, абсолютно. И нам приводили факты очень серьезные, там, когда кандидат себя ведет не так или еще что-то. То сейчас главное, что каждый, кто хочет пойти, он может агитацию начать с момента того, как подал документы. Вот он подал, с 15 февраля начинается прием документов на улице Революционной, 107. Желающий, каждый может прийти, подать, любой, подать документы. Естественно, мы, конечно, понимаем, что человек берет на себя ответственность. Он будет идти по тем правилам, которые он прочитал. Правила очень простые, они изложены на сайте «Единая Россия». Открывается сайт федеральный, там есть раздел «Кандидат». Нажимаешь, начиная с объявления, все расписано. А предварительное голосование будет отдельной, уже колодочка такая есть, как мы называем, иконка, да? Нажимаешь, смотришь, и там как идет все голосование. То есть полная, по крайней мере, вот эта идея открытости, она мне очень импонирует. Вот я хотела еще уточнить, вы сказали, что будет организована трансляция, а каким образом? Значит, для этого используется интернет. И более того, в этом году предложено рядом региональных отделений, мы в том числе это поддержали и сами даже предлагали, чтобы использовать онлайн-общение, онлайн-трансляцию в интернете для тех, кто будет проводить между собой предвыборные споры, дебаты. Потому что по требованиям партии каждый кандидат должен принять участие минимум в двух дебатах. Независимо, куда он идет. Независимо. Если он не принял участие, его снимают. Вот у нас завтра состоится заседание политического совета, будет утвержден состав организационного комитета по организации проведения выборов. Понятно, что этот комитет, эта рабочая группа, вернее, она будет достаточно загружена, потому что мы понимаем количество желающих пойти и государственной думы и так далее. И тем не менее, есть порядок работы, который будет организован. Завтра мы его утвердим на полицовете. Условно говоря, четыре дня приема заявлений, на пятый день заседание прокомитета, который принимает решение по каждой кандидатуре. То есть все, человек в течение пяти дней должен получить ответ. Тоже требования партии. Вот вы сказали дебаты, а основные оппоненты у партии «Единая Россия» это как? Сейчас это внутрипартийные. А, сейчас внутри. Это предварительное голосование, внутрипартийные дебаты. И есть даже такая норма заложена, что нельзя критиковать своего оппонента на этих дебатах. Можно предлагать только что-то. Конструктивно. Да, а зачем? Не критику сваливаться. Давайте мы сейчас не будем называть наших политических оппонентов с других структур, чтобы не создавать рекламу или антирекламу. Но тем не менее, критиковать легко. Тем более, сегодня это сделать очень просто. Но некоторым можно вернуться в 1995-1999 год, посмотреть результаты выборов в Государственную Думу и после этого задуматься. Стоит ли критиковать «Единую Россию», когда партия, допустим, какая-то имела большинство в Думе и не почему-то в те годы не приняла те решения, которые сегодня настойчиво проталкивают и набирают популистский рейтинг. Можно сказать о монополиях различных и так далее. Но было право же полное. Все, чтобы вы не пошли по этому пути. Поэтому те, кто хотят идти на дебаты уже после того, как начнется все, пройдет предварительное голосование. Я могу сказать, что съезд не закончил работы, был первый этап съезда. Второй этап съезда будет в июне, когда будут на съезде утверждаться списки в Государственную Думу. После этого фактически начнется открытые выборы уже, дебаты и так далее. Я думаю, что наши избиратели не только от оппонентов «Единой России» услышат какие-то вещи интересные. Ну и «Единая Россия» сегодня может показать примеры того, как можно вести дебаты предвыборные. Показать совершенные дела, что сделано уже, и, ну скажем так, ошибки наших оппонентов. Будем говорить пока так. Понятно. Несмотря на то, что главная тема съезда была – выборы, вот у вас остались еще какие-то яркие впечатления, может быть, от работы с секцией, от встречи даже с каким-то знакомым человеком? Ну последнее самое важное, потому что я встретил очень много своих хороших знакомых. И мы, встречи были рабочие. Могу сказать, что кардинальное есть решение по нашему параду памяти 7 ноября. Это будет подарок для Самары. Там совершенно определенные моменты, которых мы сегодня не будем выбирать. Но это будет новое. Как вот в прошлом году Геройский полк у нас прошел. Ой, да, замечательно. Бессмертный, да, по-моему, полк? Нет, Геройский. Бессмертный 9 мая. А Геройский – это 25 героев живых сегодня, и за ними почти тысячу портретов несли. Ну, я обещаю всем самарцам, что 7 ноября этого года будет сделан новый шаг в развитии. И мы так потенциально можем сказать, что это уже не просто Поволжского региона будет парад. Потому что он уже действительно, весь Поволжский округ участвует, 14 субъектов. Но он расширит свои границы. Ну вот хорошая новость. Вот это помогло, помогла встреча на съезде с одним из моих хороших друзей. Да, и новость хорошая. Вы вошли в состав Генерального совета Единой России. Вот хочется разобраться, что это значит, и какие от этого есть плюсы, может быть, для области, для нашей, и для жителей. Вот это что дает? Генеральный совет партии – это тот орган, который осуществляет работу между съездами. То есть вот съезд не может постоянно работать. Есть какие-то решения, которые необходимо принять вот в какое-то время, в какой-то краткой перспективе. Собирается Генеральный совет и принимает эти решения. Ну вот условно говоря. И если область имеет своего представителя, то однозначно это плюс. И плюс достаточно большой. Потому что на уровне секретаря регионального отделения не все регионы представлены. То есть есть определенные квоты. Наша квота оказалась вот в секретаре регионального отделения. Это, ну, механизм достаточно хороший. Позволяет не только решать вопросы партийные, естественно, но и поднимать те идеи, которые мы хотим поставить перед партией. Ну, достаточно, я уж продолжу с вашего разрешения. Дмитрий Анатольевич Медведев, выступая на съезде, обратил внимание на то, что партия должна пойти с новыми программами, с новыми проектами, с новыми площадками изучения. То есть войти в дискуссию. Да, вот важно. Войти в дискуссию. И мы не должны только говорить о социальных программах. Это действительно, социально это главное. Но на сегодняшний день эти площадки, так называемые, дискуссионные, могут быть и по промышленности, и по сельскому хозяйству, и по здравоохранению. И вот первый день съезда был посвящен работе площадок. У нас было 10 площадок. Ну, я скажу, сказать, что споры были жаркие где-то, это ничего не сказать. Ой, ну это замечательно. Это не сказать ни одного слова вообще. Потому что мы находились в первом павильоне, вот руководители региональных организаций и исполкомов. Потому что у нас действительно там была основная выборная тематика. У нас до последнего, скажем так, до позднего вечера, пятого часа, еще можно было внести изменения. Представляете, насколько оперативно работали. И это звучало, мы закончили работу по обсуждению, работы предварительного голосования партии без 15-10 вечера. То есть даже если в этот момент прозвучало что-то, это было бы внесено. Вот в этом, наверное, очень важный момент. Это настолько изменило методику работы руководящих органов партии. И Дмитрий Анатольевич Медведев, когда отмечал изменения состава Генерального совета партии и изменения Высшего совета партии, он и говорил, приходят новые силы, которые вообще-то дают совершенно новые идеи. Ну, наше региональное отделение подключилось еще раньше к предложениям. И могу сказать, что ряд наших предложений, ну, наверное, будет не просто услышан, а взят на серьезное вооружение. Это хорошо. Следующий вопрос. Почему нам принесли за капитальный ремонт полностью оплату 100%, хотя говорили, что после 80 лет не нужно платить, после 70, 50%. Объясните, пожалуйста. Ну, только очень коротко у нас уже немного. Ну, сразу, скажем так, я законодательного изменения не видел реального, поэтому вопрос к той снабжающей компании, которая есть, в первую очередь. Если есть адрес, если есть человек, который обратился, я гарантирую, что в ближайший день-два мы дадим ответ. Угу. Тогда попросим вас оставить ваш телефон, вот тот, кто написал. Следующий вопрос. Подскажите, где у вас приемная, как можно попасть к вам на прием? Вот вы личный прием будете проводить? Конечно, буду. График приема расписан. Революционная 107, где находится приемная. Единственное, что я бы попросил дать мне месяц поработать хотя бы до приема. Но я думаю, это нормально. В любом случае приемы есть и у наших депутатов, и у меня однозначно день приемный будет. Просто один месяц ко всем обращаюсь, дайте чуть-чуть поработать. Игорь Валентинович, а будете бороться вот с такой вот, даже не знаю, как сказать, забюрокраченностью? Будет вот, значит, вот такой сигнал от жителя вот в ту же приемную общественную? И вот его туда-сюда, или вот какие-то, вот есть такое у нас, не только вот у чиновников, а и в партийных организациях. Мне кажется, есть такое. Конечно, есть. Хочется, чтобы, вот вы сказали, оперативность, вот что там до вечера принимается и можно изменить. Нет, вот я отвечаю, что мы узнаем юридическую сторону. Это же тоже ответ, правильно? Я же не могу изменить закон, если он не изменен. Ну, мы понимаем. Но я абсолютно согласен с позицией о том, что есть, как заберю кратчевость. Это действительно так. И где-то это связано со сложностью вопроса, где-то с людьми, которые принимают заявление. Надо этому отдать должное. Я думаю, что то, что касается приемной «Единой России», мы особых замечаний не слышали, кстати, вот то, что я работал. И во время моей беседы в руководстве партии, то приемный отмечается очень хорошо. По результативности работы. Потому что процент все-таки это считается хорошим процентом, на самом деле. Поэтому давайте мы добьемся хороших показателей. Обещать что-то нельзя, потому что надо сделать. А потом люди увидят. Вот это деловой подход абсолютно конкретный. Наше время подходит к концу. Хотела еще с вами поговорить о патриотизме, потому что президент, да, сказал, что у нас национальная идея патриотизма. У вас, конечно, есть свое представление об этом. Вот скажите очень коротко, что для вас патриотизм, любовь к родине? Ну, вообще-то вся моя жизнь. Ой, спасибо вам еще за один конкретный ответ. Спасибо и за то, что пришли к нам сегодня в студию. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok